Но аппарат успел купить рецепт на Мидос на 12-й минуте. Это очень хороший ранний рецепт для аппарата. В плане того, что на аппарате обычно Мидос появляется на минуте 25-й, никто не удивляется. Ну, это потому что на 25-й я бы уже перевыщила, но на 20-й. Если до 15-й появляется Мидос, то это хороший ранний Мидос на этом героя. Итак, смоки выходят у нас до Терроблэйд вместе с Рубиком. Рубика бы первого сбить. Однако они просто отдают тавр, хотя... Так, пошел он с альтимейт от аппарата, попадает по двоим под Арктиру вместе со Свеном. Дримкоил ставится по ДСу. Дэс просто нифигашеньки в драке не поставил, кроме стенки. Но разменяли на Тайтхантера. Тайтхантер, кстати, не успел дать реванж. Это хотя бы какой-то плюс. А дальше? Дальше чейзить за Вич Гейминг на самом деле опасно. Потому что в таком тут форме находится Терроблэйд. Хотя у пака Дримкоила нет. Но у пака, видите, дискорд. То есть он также в любом случае со скиллов много дэмэджа донесет. Нанесет, да. А Свен использовал тиммейт, чтобы забрать эншитов. Ну, молодец. Потому что есть у него, в принципе, еще 2400. В любом случае надо купить даггер. Тут еще надо купить и БКБ. Ну, БКБ здесь определенно стоит покупать. Вот, теперь даггер. Даггер, БКБ. Да и Далус. Наверное, какой-то, чтобы постараться за стан. Из-за какой-то контроля убивать Терроблэйда, чтобы он не успел использовать Сандер. Дальше Терроблэйд. Ну, я думаю, что тут стандартная Мантаста сейчас будет. И вот сейчас уже Бернинг собирается как... Как хороший Терроблэйд. Как бы это ни смешно ни звучало. Это вторая карта, еще раз говорю. Ребят, вот видите вот этот значок? Это означает, что выиграла команда Брейвхат. Если кто-то не знает. Ну, не все же профессиональные игроки и давно в Доту играют. Тимбера просто смели. Они тратят постоянно на этого героя. Очень много всего. Но остальная команда без него сделать ничего не может. Поэтому где ты в ингах ходишь? Свапай, свапай, спасай своего Тимбера. Если не Тимбер, то кто-то затащит тебе катку. А у Тимбера все в этой игре плохо. 2-4 счет. И по вещам и так далее. Притом и Рейндроп у него есть. То есть на выживаемость вроде какой-то и приобрел. Ну, наверное, может на Мэджик Вант она была еще куплена даже. Чтобы стики... Хотя тут, на самом деле, может даже и не спасли бы никакие стики. Единственное, что гнобят. Да, гнобят Тимбера. Но в это время Свен хорошо фармит. Вот Даггер уже приобрел. 1500 голды сверху. 303 статистика. Поднимаю Дарк Сира. А дальше? Дальше ничего. Так, баунти. Даггер есть. Свен заходит на Рошана. Ну, неудивительно. Просто как бы с дабл дэмэджем я слышала, Свен бьет больно очень. Пошел туда ультимейт аппарата. Очень грамотно Свен вышел из-под него. Ну, и дальше будет ли Дракона Рошане. Перетягивается Свену помогать его команда. Однако... Что у нас в ВЧ Гейминг? Нет реведжа. Нет аппарата еще. И начинается замес. Пошел корабль по аппарату. Аппарата буду бить. Свен попадает в станчик по двоим. Отлично. Надо добр... И начинаются у нас лаги. Размен пока 2-0. Должен погибать Дарк Сир. Дарк Сир. Дарк Сир, кстати, живет. Уходит он в Дарк Сир. Минус 3. Минус 4 героям у ВЧ Гейминг. Можно и Рошан теперь добить. Потому что у Рошана там 3 800 хп осталось. Отличный замес от команды Брейвхат. Переворачивают. Переворачивают. Вот. Так, Террор Блейд первый раз умер. Берник подсмотрел, посмотрел. И подумал, я ухожу. Кстати, заметьте, что именно Тиммер берет Айегис. И Тиммер возвращается в игру. Уже вот после такого замеса, вы помните, как у него было все плохо, он уже на одном уровне по натворству с плаком находится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, на самом деле, лучше, наверное, файт для них. В плане того, что смели Вингу. Потратили, опять же, на нее много, там, смоки и так далее. А Винга, она там... Она для этого, в принципе, и создана. Еще и Таверс заданил. Отлично. А отлично. Один. Хорошо. Очевидно. Она для этого... Свен с БКБ. 4.06. Свен ни разу не умер. И если мы посмотрим на графики, вообще, кстати, по золоту преимущество 5000 в Брейвхат. По опыту это уже около 6000. Неплохо. И неужели Свена здесь заберут? Вот только что я сказала, Свен ни разу не умер. Он купил себе БКБ, которое не принес. Если бы у него оно было, конечно бы он тут ушел. Но его не было. В общем, ПАП, кстати, неплохо отыгрывает. В плане того, что статистика 8.1.1. Сейчас будет делать себе догон. Ну, тут опять же реализовать бы как-то Аегис. Вот знаете, в прошлый раз все время убивали Тимбера, когда Аеги у него не было. А здесь вот просто Свен, который втащил эту игру, в принципе, в плане надворсов и так далее, ни разу не умирал. И вот только мог бы взять себя Аегис, но как раз отдал Тимберу. И тут сразу же погибает. Вот неудача, да? Ну, Тимбера уже 12... Ну, есть Вилдстоун, свеженький, с 12-ю зарядами. И влетает. А знаете почему? Отлично, надо добро и добить, добить, добить. И успевает свапнуться с КП. Ну, успевает. Знаете, вообще радует, что он свапнулся с КП с Тимбером. А у Тимбера... А у Тимбера был Аегис, который пропадал буквально через полторы минуты. Дабл килл от Тимберсоул. 14 зарядов был в Стоуне. Замедлили еще Рубика. Ну, Рубик должен погибать. Стяжка. Сайланс. Станпа Рубика от Венгришфул Спирит. И Рубик кто? Рубика, Рубика, Рубика. Забрать Рубика. А еще... Ой-ой-ой. Если это опять будет 5 в 0, я буду просто кричать. Потому что в Брейвхат у них есть такая... Я уже даже не знаю, какая-то особенность. Они постоянно идут в смоках. И, по-моему, две игры сегодня так было. И, ну, такое, знаете, достаточно равное при том, где были моменты. Они убивают пятеро героев. Вот умеют. Не знаю, как у них это получается, я не знаю. Но, в любом случае, Вичи Гейминг... Если Вичи Гейминг проиграют своим основным составом этой команде, это... Ну, я бы на месте Берлинга тут наливала. Хотя тут, наверное, и на месте Пака лучше вливать. Потому что Пак делает игру. У него 8-1-1. Я даже не знаю. Буквально еще удар. БКБ подрубает Свен. Пошел станчик. 22-ая минута. Брейвхат убирают на базе команду Вичи Гейминг. И это уже нормальный состав. Ну, у меня нет слов. Потому что я такого не ожидала. Здесь достаточно, как бы, именитые игроки. Сулар. Ситиуай. Я уже молчу про Берлинга. Я просто молчу. И что с ними делает команда, которая занимает на данный момент... Я еще раз повторюсь. 147-ое место в мире. То есть, вы понимаете, 147-ое место в мире. Эм... Ладно. Теряет свою первую сторону Вичи Гейминг. Неожиданно так. Ну, для меня это неожиданно. Правда, неожиданно. Через 10 секунд будет реведж. Надо просто уйти. Потому что здесь... В принципе... Хотя у Тимбера все есть. У Дараксира нет стенки. По-моему, колдаун всего был у Свена. Да. Хотя вот у него сейчас опять же будет ультимейт на развороте. Неужели? Ну, теперь-то Аегиса нет. Аегиса-то нет. О, боже мой! О, боже мой! Как же это было круто! Какая же была стенка... ГГ. О, это было... Ребята, простите за минус. Суши, знаю, но это было просто офигенно. Стенка, стяжка по четверым. Вылетает Свен со станчиком. Пара ударов. Минус вся команда Вичи Гейминг. Я даже не знаю, что тут можно сказать. ГГ. Вот то, что сказал Бернинг, в принципе, я повторяю. В любом случае, это была вторая игра. Тим Брейвхат выигрывает Вичи Гейминг со счетом 2-0. Первая игра играл один состав Вичи Гейминг, вторая игра играет состав другой Вичи Гейминг. И два состава проигрывают от Брейвхат. Забавно. Ну, я этого, на самом деле, никак не могла ожидать. Потому что, когда я уже увидела, что Бернинг, Суара зашли на хост, думаю, а, ну все. Все нормально будет. Вичи Гейминг собрались, помирились. Не знаю, что у них там происходит, но вот вы только такой. Ладно, это только... Это только второе Бо-2. Еще четыре впереди. Или сколько? Ладно, неважно. Но когда-нибудь я в любом случае пойду спать. А пока, музыкальная пауза. Да-да-да, музыкальная пауза. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok